Время войны с моей женой, украинской журналисткой Наталкой Гуменюк, застали в Киеве. Первые пару дней мы жили дома, в нашей квартире. Однако потом так вышло, что несколько дней мы безвылазно провели в управлении Киевской патрульной полиции. Мы там буквально жили, как и сотни патрульных. Медлово, что у вас в моей хате, блядь, и что? Да. Может, департамент. Ярик, разведданные, блядь, страны агрессора не знала, что твоя квартира, и вырешила их дать. На эти несколько дней мне разрешили снимать все, что происходит в штабе. С разрешения полиции я публикую эту историю о том, как начиналась война России против Украины. Курцы за свободу! Мужики, кто приносит БК-7-62? Сейчас повыставлять будут боевые позиции по окнам, мешки списков. Первое пойдет ебашить Орда, потом пойдут ебашить танки. Так. Танки будут ехать, скорее всего, часть будет ехать на нас, но мы там поставили блоки. Когда танки выезжают до нас, надо ехать в ебенахить, або парочку с РПД. Организации здесь, говорится, берите себе 200 человек, 200. Все остальные пусть поярят линию 102. 200 человек, с которыми можно будет отступить и партизаник, если что. Эти 200 человек просто надо будет выставлять за точками, закреплять полностью все. Они точки распишут, скажут, как. Уже все есть. Все есть? Да. Завтра будут чем-то займаться? Ну, я уже начинаю сегодня. Ну, сегодня, да, но завтра будут... Вот уже. Смотри, главное, чтобы было чем-то займаться завтра. Чем плюс один день занятий, это хорошо. Для понимания контекста. Дата 26 февраля. Третий день войны. Ничего не понятно. Российские войска наступают по всем направлениям. На Донбассе, в Херсоне, Запорожье. Пытаются атаковать Харьков, Чернигов и Сумы. Киев в ожидании штурма. Простым жителям раздают 20 тысяч автоматов на случай попытки оккупации города. Из вооруженных людей формируется территориальная оборона. Поначалу весьма хаотично и неорганизованно. Патрульная полиция вместо Киева. У нас есть все. У нас есть НЛО, РПГ, противопехотные, противотанковые мины, прицелы, тепловизоры и навичь штопор. Девчатам купили до хрена всего. Все. Тампоны, прокладки, все, что хочешь, шампуни, все. А дверема порешали внизу? З какими? А что с дверема внизу? Ну, какие открытые, там холодно спать. А там уже никто спать не будет сегодня. А где будет спать? У каждого подраздела уже есть свои примещения, у Крема. То есть каждый батальон дослакуется своими примещениями. Внизу? Внизу здесь? Ну, они нормальные. Но в случае бомбоудара, то мы не тулем на это. Город полон разговорами о диверсантах, а в разных его частях постоянные перестрелки. Фоном – бомбардировки. Основные бои идут на западе от Киева, в Гастомеле, где расположен аэропорт Антонов, который пытается занять российский десант, а также в Ирпене и Буче, где трагедия с массовыми убийствами, казнями мирного населения российскими военными, еще не произошла. Поздний вечер. В патрульной полиции готовятся к прорыву в Киев и обсуждают стратегии обороны и взаимодействия с только-только с формированными группами территориальной обороны. Так, пацаны, давайте их делаем. Мы можем пиздеть сколько угодно. Либо мы занимаемся рабом, мы теряем время. Либо мы что-то сегодня делаем, либо я поехал, блядь, спальню. Так, смотрите. Все собрались в нашу заинтересованную особу? Ванечка, твой звездный час. Я не самая заинтересованная особа, я не профессионал, я только учусь. Саша сказал... Стоп, о! Оспода пошло. Тут было, да? Не-не-не, так громко не было. До всего была такие стрелкотни обычно. Кстати, у кого-то измельки? Да, смотрите. Саня сказал, что надо посмотреть пути отхода, если там... Во время высоких пьемат. И если десант на этом самом, на жулинах, да? Ну, во-первых, не самое удобное место для десанта, потому что... Ну, я практически уверен, что любой аэропорт накрывает ПВО. Надо бы спросить у... Есть у них, нет. Второй момент про артиллерию. Насколько я понимаю, по предыдущим двум дням все взлетные полосы пристрелены. Потому что, судя по Гастомелю, там все было ровно, да? То есть воюем, воюем, воюем. Не можем воевать, отходим. И потом люди садятся, арта накрывает. Значит, вот это самое лучшее направление. То есть если они... Я не знаю, просто я не специалист. Вчера, короче, группа была из... Я не знаю, как называется эта техника, но похоже она на старый ГТС. Ну, в наших времен. Гусеничное транспортное средство. Широкая хуйня с гусеницами, короче говоря. Такие же были на Абалоне. Да, вот эти, которые там... Вчера был еще грузовик. И на Абалоне был тоже Урал с зениткой. Широкая. Десантируется ли Урал? Нет. Как нет? Ну, десантируется. А откуда они его тогда взяли на Абалоне? Ну, они его перегнать могли. Давайте так, ребят, будем понимать, что это, скорее всего, не были диверсанты, это был Friendly Fire. Ну, я... Да нет, у нас нет такой техники. Уралов нет? Нет, вот этих-этих нету. Слушаем. Урал, если зушка, это же их, типа, Вагнер, Гейтон, где-то бронепластины, плиты гонят, и сверху зушка. Так-так, это... Это классическая хуйня с этих фильмов. Нет, это точно, там подтвержденные... Ну, это уже оба варианта, на самом деле, бестолковые. Но, учитывая то, что до этого два дня мы видели бестолковую войну, ну, прямо скажем, да, то есть, ничего толкового мы не видели, то есть, оно плохо укладывается в логичные. То есть, зачем несколько раз штурмовать аэропорт Гастомель, который пристрелен, да, ну, то есть, когда их первый раз... Развалили, они второй раз туда высадились, их снова развалили, ну, то есть... Могу поумничать по этому поводу. Это классическая история, начиная с Венгрии, 56-й год, потом Чехословакия, 68, Афганистан, 79, одна и та же хуйня. И в Югославии, 92-й, та же хуйня. Десант, парашюты, хуяк, посадочный посад, этлы, техника заходит, выходят, располагаются, идут марши. Всё, я понимаю, но когда тяжёлая артиллерия, и тебя уже стёрли с лица земли, и нету этого самого... Не, ну, если им всё равно, тогда выхода два. Нужно так или иначе связь с артиллерией, ну, генштабом, да, с артиллерией узнать, если пристреляно или нет. Ну, скорее всего, 100 пудов пристреляно. Второй момент, в зависимости от того, как пристреляно, надо поставить глаза. А здесь, я не знаю этого места, поэтому, ну, я бы поставил глаза вот здесь, и глаза вот здесь. Ну, вот, их информация, грады, то есть мы думали, там, ракеты, ну, мы думали обстрел. Стану на зараз, грады, то есть обстрел будет. То есть, что оперативная информация нынешняя. Ну, просто, тут нам тоже подумать и про то, что сенс рубит и просто так обстрел, ну, просто, чтобы пострелять. Как бы, мне кажется, увенкнуло бы формат, там, какогось Алеппо, да, что, типа, ревнятый мисто с землею, они бы насыпали сейчас просто весь день. То есть, если у них там идет на стрел, значит, на стрел идет за какой-то конкретной мытою. Если это питание не десанта, то это, может быть, это питание ДРГ, которое уже в середине. То есть, посеять панику обстрелом коротким, все повыбегали, вся началась хуйня, выходят ДРГ и начинают работать. Это говорит Юрий Зазуля, начальник патрульной полиции Киева, наш друг. Собственно, нас с Наталкой к себе в штаб киевского патруля он и забрал. Ему 34 года. В силовики он пошел после Майдана, когда новые власти решили реформировать, а точнее создавать, по сути, с нуля патрульную полицию в Украине. В 2015-м Зазуля сначала возглавил патрульную полицию Львова, а затем Киева. Не есть таким акцентом. Реально, очень жестко Чернигов, очень жестко кроет патруль. Именно управление патрульной полиции. Поясню, почему. Потому что Кацапы не дебили. Ну, как бы, дебили, конечно, но не до конца. За мер и понимание социологии, и, в принципе, того, что является важным для громадян, почему мы говорим о том, что у нас синие мигалки должны ездить по месту. Кацапы понимают, что патруль, в принципе, это такая контора, которую народ ценит, понимает и поважает. И если заебашить патруль, я не накручиваю себе цены. Я говорю это по местам, в которых это происходит прямо сейчас. То, напевно, они придумали, что если это ебануть, для них это будет очень доброе, потому что народ задезморалится жестко. В патрульной полиции Киева служат 2500 человек. В мирное время они занимались примерно всем. От охраны порядка на улицах и работы на митингах, до срочных вызовов и транспортных происшествий. С началом войны главной задачей патрульных, как и всех силовых структур, стала прежде всего оборона города. Во многих местах Украины патруль в первые дни войны оказался буквально основной силой сдерживания российской армии. А в случае прорыва противника в городах, многие полицейские уходили в партизаны. В Киев, по сути, российская армия так и не смогла войти, то есть полномасштабных боев внутри города не было. Но полицейские из Киева ездят воевать в другие регионы. Они принимали участие в сражениях в Киевской области, сейчас регулярно выезжают на восток страны. С начала войны погибли двое киевских патрульных. Мы предположим, у нас есть информация о том, что там будет вызов. Мы хотим предпринять превентивные меры, условно перекрыть потенциальное место выхода. У нас есть риски. Риски первые. Нам сложно будет туда доехать или дойти. Куда? Нет, так это надо выдвигаться сразу. Нет, тут дойти до всей зоны, скажем так, нашего оперативного деяния. Нам пешки, дейты. Я не об этом. Я не техническое засоляющее. Я о том, что нас только могут въебать. Те же нацики сидят перепуганные, блядь. Прочитали. Вышла ДРГ. Вот только что тебе пришла, блядь, информация. Нациками тут по созвучию называют Национальную гвардию Украины. Все, у них есть теплик. Они смотрят, там идет группа, приехала на машинах. Блядь, приехали на патрульном рапиде. Ебать, они тут рапид. Номеро внимания. Даже если сейчас Тешусал Тимоха, что Монгол там ушел на инщи задачи, я перехожу сейчас в сусиднюю будивлю и спилкуюсь там и говорю об этом. Вот о том, что мы сейчас договоримся. Где нас, сколько, откуда мы выходим, от какой мы берем сектор. Я выкушу и говорю, все. И у нас есть цепочка. Сейчас у нас начинается тупешка. Мы можем его сделать крупный. Юра, ты слышишь меня? Да. Ну, блядь. Я твачу, я насплю. Если мы говорим о возможном перекрытии района, то вот этот квадрат мы можем закрыть полностью. Нашими четырьмя группами, плюс теревошниками. Теревошникам нужно 20 человек. Бензопила и там еще раз, чтобы они ебались до утрата, пилили дрова и ставили себе блокпорт. Все. И задача будет выполнена. Потому что так иначе, в противном случае, первое, мы застрахованы. Мы связываемся с ЗСУ. Спрашиваем, чуваки, ситуация такая. У нас есть подозрение, есть информация о том, что вот здесь вот может быть выход. Нам нужно перекрыть эту дорогу. Они говорят, мы, если что, накрываем артиллерией. Будьте в курсе, у нас здесь блокпост. Теревошников мы напрягаем. Чуваки, нам нужно поставить блокпост на 20 человек. Вот такое-такое-такое обеспечение. Время выхода 3 утра. Собираемся. В первые дни войны большая часть личного состава патрульной полиции переехала из своих квартир в здание управления, где, по сути, и жила. Люди размещались в коридорах, комнатах и залах. Давайте народ покормим. Давайте. Да, иди, выдайте, откройте с Тором. У Тора, у старшины, у них там консервы вся хуйня. У задорожного коктейли молотого. Какие это молотые? Выдайте. Все, похавают и дреманут. Перед тем, как дремануть, мы пидим. Мы в корме постоянно уже. Сашко, давай пойдем проведем морально-агітаційную работу. Реально, я просто, я навіть по собі відчуваю чуть-чуть, господа, і це по всім нам відчувається теж. У нас чуть-чуть зараз починається тупеж. Смотрите, у нас я, Вова, еще мы спали. Мы ночью спим. Не ночью, а с 7 утра до 12. Знаєш, тут Росланд, дивись, я також спав. Тупеж – це питання колективне. Ну, типа, как бы, загальний баланс по колективу. У нас одно, навіть якщо ми спали, я спав, але організм вимотується. Че делаем? У нас тупеж. Давай, сейчас мы, ребята... Давай, я подвожу итог. Давай, итог. Можно я щось по дороге? Подожди, даржу. Сейчас, Тимох, секунду, секунду, давайте, я щось план на зараз. Я почему-то кажешь, що там нет дороги. Я знаю, що за дороги я щось расскажу. Мы щас, Тимоха, говорить, подводиш итог. Пацаны идут, заряжають ребяток перейти туда, в Локтийну. Ну, в этот, блядь, в амфитеатр. Мы берем... Будем, будем. Нам надо щас дать людям энергии, еще на пару часов просидеть. Надо, надо. Сигналы воздушной тревоги, впрочем, как и сейчас, спустя два с половиной месяца войны, в Киеве – постоянный фон. В полиции, конечно, было что-то типа своего бомбоубежища, цокольного этажа, на который предполагалось спускаться во время обстрелов. Туда мы с моей женой Наталкой за эти несколько дней в штабе спускались неоднократно. Давай, давай, я пройду вперед. Дай руку. Осторожно, осторожно. Тут мы идем на свет, на ощупь. Опа, тут слева, осторожно слева. Так, тут вот сейчас будет слева. Буду тут сега, да? Да, да. Все. Уже светло. Пожалуйста. Три. Пойдем. Так. Зазульному разрушению. Слушай, мы их выявим. Я тебе скажу, я вот сейчас вижу, что мы их выявим. Они могут воевать только мясом, не умом. И мотивации нет, дядька. Нет у них мотивации. Нет. Они на чужой земле. У нас нет идейных каких-то, знаешь, типа нацизм, национал-социализм, коммунизм. У нас просто обычные приземленные желания. Мы хотим жить как люди, а не рабы. Вот и все. Так завершается третий день войны в патрульной полиции. Начинается 27 февраля. Слушай, мы все колонны, которые расхуяриваются, он их нымавзводил за обеспечение. То есть, что это говорит? Вот эта группировка, что сейчас воюет в Макарове, та, которая отошла с Альпиния, съебалась. У них нымавзводительная бензина, соляры. Они сейчас поездят еще там, блядь, два часа по лесам. И все, у них техника станет. У них подвоза нымавзводительная. Ни БК нымавзводительная подвоза, ни соляры нымавзводительная подвоза. И вся эта херня, это то же самое на Чернигове. Это все то же самое тут. То есть, как бы, это была как бы полномасштабная, именно вейсковая операция. Ну, то есть, как бы, там нормально расплановленная. То есть, ну, как бы, за обеспечение моя бутылба госкова. Ну, вот. Все, вперед. Ну, это было бы совсем другое. А они вот так уже, как бы, дохуя потеряли, обосрались. Ну, типа, что сейчас, отступать, регруппироваться? Ну, мы же тоже уже по-другому себя. Ну, короче, то есть, этот момент проебан. Мы починали валить далее. Авиация, это же самое, да. Они нас тусовали, нас тусовали авиацию, потому что, ну, типа, это бомбардировщики там тяжелые и так далее. Потому что они авиации, ну, дохуя. Все первые дни войны проходят в ожидании прорыва российской армии и штурма Киева. Патруль продолжает готовиться к обороне города. Стрельба постоянно сложна уже в самом Киеве. Не надо делать коктейли молотого. Можно просто залить бензин в бутылки, раскидать их, нахуй, поджечь фаерами, блядь, и все. Отличная, блядь, отличнейшая идея. Да, 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 потому что, когда ты закидаешь бутылками, он не сразу поджигается, фаер, жетлаху, и все, блядь. А так, нахуй, еще... Его же, блядь, надо, чтоб кинуть, надо размотать соплю, блядь, и потом зашкидать, зашкидать, блядь. Короче. Так что, такая вот идея. Правильно, покрестим. Во второе, Грейфон, Требан на Савотопольской площади, почула? Это чего страшного? Тереву, Тереву. Почула? Там пацаны херачатся, блядь. В этом запросе, Теревушник, семью, две двухсотых, одна трехсотых. Не остановились, развернулись обратно, с перепугом. А что не остановились? Ну, это же другой вопрос. Уже они, наверное, не ответят. Вот я, блядь, еду с мигалками, блядь, открытые окна, блядь, на всякий случай. Ну, нахуй, блядь. Время происходит. Вообще, куда ехать, мне скажи. Да. Вот, смотрю, уже который раз Мариуполь там жестко обстреливает, куча домов разбитых. Мне бы очень хотелось услышать версию ватника какого-нибудь местного. Вот, теперь уже после этого, который там, блядь, выходил, наши войска тормозить в 2014 году. Защищал от бандеровцев, а теперь сидят с голой жопой, отгорелые. Ватников там, в принципе, стало намного меньше, гораздо, блядь, в разы. Но все равно, все есть, зачувствую, блядь, и все там стрельба. Верючи. Нет, все, уже темнота, уже, блядь, могут стягиваться назад, только ж, блядь, стрельба. Давайте все, блядь, на этот. Погнали. Ну-то, переходим. Ну-то, переходим, блядь, на этот. Ярик, точки на верху, Матвиенко там чистого группа, чтобы работали. Тихо, не засаляйте эфир, без парни. Ладно, что вы... Так что, с вами съездят? Да не съездят, это выйти, Петр. Мы тут на территории. Рухаются в напрямку сюда, незразумимо кто. И мы сейчас, как бы, с нашей территории будем их, якщо это какой-то сборок, че незразумиленое опизнание идиоты, то мы будем их зараз гасить. Вон так вот. Душа, некуда ходить, блядь. Колый валеный военный стан. А люди, для незразумимых, педроздили, незразумимых, залили кто, ходят и играют, блядь, в Рубенгудов. Нам такой вариант не подходит. Конкретно эта тревога оказалась ложной. Ничего в результате не случилось. Супер, эти пидорасы, блядь. Я с нагородки, нахуй, формують колонну возле страусиной фермы, блядь. Сейчас, если по нему ебашат, разъебут страусиную ферму. Мою, блядь, любимую, блядь. Да я в плане, если, блядь, будут серьезные тяжкие часы, я там буду мясо добывать, блядь. Комендантский час для Киева тогда был в новинку. Первые дни его объявляли каждый день и по-новому. И длился он разное время. Противопехотки уже нашли, блядь, лепестки набросанные. Комендантский завтра же снимали, да? Нет. Нет? Завтра что-то. По неделю? Нет, с утра будет снято, да? Да я его не снимал, блядь. Нет? Объявляли до 8 утра по неделю. Нет, я не знаю. Это все писемы поводивили, но все сегодня... Там просто куча народу, короче, пытается в Киев. Ну, возвращаются. Я тебе скажу. Ну да, там вывозили жонша, блядь. Да, как мы сегодня, короче. Самые звери сейчас будут возвращаться. Я тебе скажу так. На самом деле, командантская облина працюет, ну, типа, так себе. Все сегодня вы вышли, приехали, все нормально. О, правильно. Это отличное. О, Володимир Александрович, все реально, это... Да, я вам скажу. Если звольнему Москву, блядь, я себе татуху с Зеленским нахуярю. Ну, ты не перегибай, блядь. А ну нахуй. Это вкусно, да. Ты не перегибай, ну серьезно. Забязали, забязали. Когда звольнему Москву? А? Когда звольнему Москву, да. Слышишь, твои похавали все, все нормально? Да, да. Там еда есть все нормально. Делитесь, чтобы не было. Подпольные уже раздуплились, блядь. Думаю, там уже, это, знаешь, то в первый день, ну, как бы не ныли, знаешь, там просили типа похавать, что-то. А сейчас, ну, так, вкуснее, да? Нет, ничего, ничего не мало. Сейчас смотрю, там уже пляшок, бухла стоит. Не бухают все? А? Бухают. Да бухать, ну, слушай, я им пиваса купил, блядь. Они ночью по смене... Нет, они ко мне, ну, блядь, чарку себе выпали, слушай, живут тут, блядь. Тут же ж деяки, нас дохуя ж людей, які до дому не можуть поехати, которые в области живут. Они на смене, не на смене сидят тут, блядь, годок толстый. Я же им пиваса набрал, сказав, блядь, сидите там между сменами, выхерачьте. Где, где ты нам-то надо пиваса набрал? Пиваса? Кого не ты возьми? Кого не возьми пиваса? Я пошути, ну, че ты, я не бухаю с оружием, ты знаешь. Ну, это принциповая позиция, выбачивайся. Вот вы, блядь, красота. Патрульные, конечно, и во время первых дней войны задерживали разных подозрительных ребят на улице. Особенно прямо под окнами здания управления. Ну, шо там? Ну, пиздец, блядь, ну, вы заебали цих бомжей втягаты. Два метадонных, блядь. Один, нахуй, обдолбанный, блядь. Раз просить, блядь, на ним видно, ты берешь, он весь сыпется. Ты говоришь, ты на курсе, шо, метадон, статья 309. У тебя, шо, блядь, метадон, статья, нахуй, блядь, крагишка. Все, шо ты тут делаешь? Да мы тут нашли, они нашли такого же самого, может, Никита там хотел изволтувать, нашли себе женщину этого, третьего, блядь, который говорил, спасите меня, блядь. Вот они нашли его, блядь, и решили взнасиловать, блядь. А вы их, сука, поймали за диверсанта, блядь. Пиздец, блядь. Ну, чувак, шарился вдоль забора. Да, конечно, шарился, он, блядь, копает, закладку, закладку, блядь. Коментарский час, он закладку ищет у них, руки как пиран. Горайте, блядь. Так, слушай, мне нужно будет задать тебе пару вопросов, которые мы с тобой и так обсуждали. Задай мне пару вопросов. Ты зачем и когда в полицию пошел? Я пошел, пошел в полицию в 2015-м році, коли почалась реформа полиции. И я решил долучитись до реформы основного правоохоронного органа нашей країни после революции и в период войны. Вот. А на Майдане ты что делал? На Майдане я пиздился с полицией. С милицией тоди еще. Вот. И это же то, что я с ними пиздился. У меня было просто ощущение, и я вот там как-то с ними чуть-то пиздились, штовхалось. И я весь час собі думал, ну, типа, ну, что это за хуйня? Ну, что в у меня в країне мае бути, это такая кончена милиция, что с ними нужно, блядь, пиздиться. Чего не створить нормальную какую-то? Ну, как бы, чего мы не дійшли к країну для того, чтобы у нас была вона нормальная, чтобы не был единственный выход твоей взаимодії с милицией, это с ними пиздиться. И потом, когда запустили реформу, я подумал, что, типа, ну, можно до этого долучиться и створить нормальную службу, яка будет людям допомагать, а не просто их пиздити. Вот, как бы, вот и все. Получилось? Ну, это такое уже вопрос. Мы до этого идем. Знаешь, что, как революция, нет завершения никакого. То есть, это процесс революции, так и реформа тоже, она не имеет завершения. Знаешь, тут у самурая нет меты, есть только шлях. Вот, нет, ну, слушай, ну, вошло, конечно, потому что мы же там не пиздимы людей. Просто не надо понимать, что раньше была, ну, там, структура, да, вот, був у нас Беркут, там, спецпідроздил, ну, в милиции. Вот, Беркут залучался, у них была одна затость. То есть, если залучают Беркут, значит, они мают пиздити людей. Все, то есть, ну, как бы, иншой опции нема. То есть, что там между полицией и протестовальниками может быть силовое протестирование, вопрос нет, так, воно возникает, оно будет завжди. Сейчас оно возникает. Питание, то на что до этого подхода? Так, ну, тут просто, ну, такая, знаешь, святоглядная разница, что, то есть, если мы там сейчас выходим, то мы понимаем, что мы можем, там, да, вступить, там, в прямой контакт, там, умовно, в пиздилку якусь и тому же, там, затримываем, мы же не там, не избиваем просто так людей. Да, то есть, у нас есть, ну, как бы, понимание, что мы, там, для охороны правопорядка, что мы можем за себе, там, постоять и не дамо, там, просто в нас, там, плювать и обсекать, да, там, мы кого-то позатримуем и попакуем, мы, возможно, кого-то там жорсткише, кого-то, ну, там, все зависит от ситуации. Но у нас нет вот этой единої доктрины, что все, если нас залучили, значит, мы, типа, нас выпустили на улицу, все, мы идем и пиздим все подряд. Ну, то есть, там, ты же помнишь, эти видосы все с Майдану, например, да, а это, ну, как бы, это просто, это такой спецподроздел был, ну, у них других задач не было. Вот и все. Поэтому, ну, в этом смысле, это вышло, конечно. Хотя тоже, в Украине, понимаешь, точная проблема в том, что в Украинском народная традиция, что, бля, с представителями, ну, типа, украинцы, знаешь, в суду никогда не вызнают, ну, полностью не вызнают над собой, типа, что ними кто-то рулит, да, там, типа, навіть, вот, там, все одно, вот мы убрали своего, там, Гетьмана, там, чи президента, мы все одно, наступный день, маем его обосрать. Знаешь, мы его брали, но мы все одно маем его обосрать. Ну, вот, а то есть, вот полиция, какой бы ты ни была полиция, все одно, блядь, украинцы мают, десь мают повстать. Вот так вот. На четвертый день безвылазного нагаждения в полиции я стал думать про выезд из Киева и Украины. Поляныца. Ну, а? Поляныца. Не, это не Поляныца. Не, не, Поляныца. Ця. Поляныца, блядь. Ну, ты понимаешь, почему бы выгадал эти пароль? А знаешь, не просто так. Поляныца 27. Поляныца 27. Ну, ты байна был посту расстреляет. Я тебе гарантию 100%. А ты решил правда все писать? Смонтируешь, да. Будет этот. А почему ты решил все? Прощальный ролик. А, прощальный ролик? Да. Ну, лучше с прощального ролика очень интересно. Скажу, что ты остался. А я думаю, я красивая останусь. Ты очень красивая. Про Арханглогу думаю. Да. Думаю, что он бы как-то по-другому действовал, а потом эти мысли неизменно приводят к логической мысли, что он умер. А как бы он действовал? Ну, в смысле, он бы, конечно, туда-сюда бегал, пошел бы, наверное, с территориальной обороны в леса. Коктейль Молотова бы сейчас, наверное, крутил. Тебе же пофиг, понимаешь? Нет, я не буду крутить. Я тоже не буду. Я не буду. Я не буду. Я пишу статьи, и это у меня лучше получается. Вот. А у меня, видишь, и статьи не пишешь. И как ты ремонт, там не прощаешься. Ну, что я тебя люблю? Питя, ну, что ты вот это, иди сюда, выключай эту штуку. Что ты вот эту грустишь? А у меня еще петро пизда. Чего? Кацапом. Ну-ка. Что в Киеве завтра шаги, а бухло забороняют. А вот Киприклин, что вы, и как же вы будете бровать? Украинцы и так злые, а так им еще и бухло заборонили через цех кацапев, блин, куповать. Пиздец. И это ты понимаешь? Это сейчас проблема в том, что это, что они еще по, майже по покопанных городах уже идут, а вот это уже проблема. 28 февраля. Пятый день войны. В штабе Зазуля обсуждает с заместителями, как действовать, когда российские военные зайдут в Киев. Дальше они не прибегут, но мы будем их ебашить. Так? Ну, они по любасу завяжутся в бой. Так? Они завяжутся в бой. Повоюют с нами. Там, мы их там напиздуем. Если они, блядь, отступят, то мы, блядь, мы будем обачивать их группировку, уразуми ты, блядь, сколько чего, что у нас, блядь, НЛО закинчилось, РПГ закинчилось, и они отступили, ебашить по колесной технике надо, блядь, по колесам. Спускать колеса. Говорят, блядь, по всем правилам, ты сразу же вываливаешься, блядь, из машины. Все, ты вываливаешься из машины, потому что ты знаешь, что, блядь, у тебя колеса, нема техника нет, сейчас уебут РПГ ехать. Все, то есть они вываливаются, он говорит, и башки, и так далее уже расстреливаются, вывалятся все, никто не будет сидеть в технике. Тут такой же принцип. Наехали, мы нахуярили, выстрелили весь БК, они, блядь, оттянулись, значит, мы разумеем, все, пизда, сейчас будет что-то, блядь, тяжелое, потому что, ну, вот эту хуйню, они здесь не смогли взять. И мы, блядь, взяли и вышли. Все. И дальше полетели ракеты, хуеты, блядь, и так далее. Вышли, блядь, углубились, зайшли, блядь, наша задача, реально, блядь, вот, если так, браты, это, блядь, идти до Голосиевского леса. Все. Голосуха, нам до Голосухи тут пиздавать, блядь, хуйнюю часу. Через сроки. За, блядь, две години, блядь, я в девятому классе бухой с Троещины, блядь, до Святошина доходил, блядь, за четыре години пішки, блядь. Понимаешь, а мы тут, сука, с горящей жопой, блядь, со всей страны, мы до Голосухи, блядь, допиздуем пиздец. В лес зайшли, нахуй. А там леса пиздец. Там, блядь, болота, блядь, речки, вся хуйня. Там доты, блядь, еще другую, световую, блядь, целые стоят. Все, ушли туда, сидим, воюем, блядь, дальше. Не надо, блядь, думать, а это, блядь, хуйня. Ну, выкопаем мы траншею, выйдем из базы, а дальше, блядь, шо? Обосранные, блядь, выйдем и типа, ебать, нас в полон берить, не в управе, а берить нас в полон вот там вот. Нахуй надо, блядь, надо выходить с четкой задачей, подумать про то, как их наебаша сначала. Бо нам, чтобы выйти, выйти, нам треба их отбить, нам треба выбити, блядь, тактичную паузу. То есть, когда они выйдут на перегрупирование, то есть мы маем этот ументик уловить, шо они перегруповываются, и это наш шанс выйти, блядь, изменить позицию. Все, блядь, изменили позицию, ебашим далее, нахуй. Ты понимаешь, пиздец, блядь, это, сука, в любой, блядь, компьютерной игре, такая же хуйня, это, блядь, всегда, ты, блядь, ебашишь, 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 патрики закинчились, блядь, ты их назад, побежал по локации, шукаты дача валяются, блядь, а тупой моб этот, блядь, ай-яй, он там завис, блядь, лбом в стену тыкается, ты патриков набрал, блядь, и хуяришь в него снова, блядь, все, сука, блядь, выигрышишься в жизни. Так, ну вот, я же говорю, я разговаривал, тоже с Верховным, он тоже самое говорит, мы даже плюс-минус обсудили, куда, и вот тоже самое пришли, хотя вот мы не разговаривали о том, просто еще была идея машины там, где-то кинуть. Ебаный в рот. Пиздец, таки враженные, что тут помираться зебрался, блядь. В лес уйдем, нахуй пиздатом, блядь. Жуков сказал, умирать в первый день не хочется, надо еще повоевать и попиздячить. Имеется в виду Евгений Жуков, глава всей патрульной полиции Украины. Ну, абсолютно верно. Евгений Александрович, у нас людина, блядь, заслужена, но мы ассенсу, ему не доверят, и, блядь, его сучение. Вот. Потом зайдет в ССУ, блядь, выбьет, и мы вернемся, блядь. Там у нас сам-то не было. Мы вернемся, и такие, типа, блядь, так мы и не уходили. А, нет, выпустим, блядь, скажите, попробуй, экспертизу проведем, я не уходил. Давайте возьмем следы, слепки, моих там нету, я был тут. Да, Русь. Один колышник, извиняюсь, четыре года назад вернулся до нас. Кто? Тупчи, Паша, помните такого? Нет, а это кто? А это, где кричит, вышел. Вот это, блядь, нормальные бойцы, пиздец. Жаколы, блядь, хуярят тут, блядь, по полной программе, и несут, блядь, повертаться. А, кстати, что из 24 года приехал из Польши за кордону. Да, я правда, почуваю, что меня за эти рапорта, блядь, после войны посадят. Приеду, нахуй, до Азор, блядь, как завжды, и починаю, блядь, заебывать. А, ебать, незаконный рапорт, блядь, хуё моё, блядь. Слышишь, нормальные штыки, они педики, блядь, с документами съёбаются, а тут нормальная борту подтягивается назад, блядь. Ну, уже, Петя, тебе уже, знаешь, уже как бы вы все тяжкие, то есть, всё, блядь, я-то выходу, я сейчас веду тебя к правосекам, по Новым Михайловскому соборю, тебе заново похрастять, знаешь, там по-украински уже, всё, ты уже повлечен, ты нормальный пассажир, в почёте будешь ходить, ты, блядь, война, стрельба, блядь, все дела спав, сегодня тут хуярили, в ночи у нас ракеты, миномёты. 2 марта я решил всё-таки уехать вместе с автоколонной международных организаций, которая отправлялась из Киева в Молдову. Ты сейчас летучка? Ты сейчас летучка? Ну, такая, блядь. Не трогать? Не трогать? Нет, можешь трогать, можешь, понимай, короче, короче, мы завтра поедем, сон. Мы завтра поедем с ООН, но я хочу попросить, собственно, в связи с этим есть одна, полторы просьбы. Нам нужно будет оказаться в 7.30 в определённом месте, где мы заберём машину. В 7.30? Да. В 7.30 утра. Ну, сделаем. В 7.30 уже светло. Всё, хорошо. Вас завтра закинуть, так? Командантская година, там, хуё-майо, вас закидывают туда, и вы тулите на этот... У Ромады у нас встреча, да. В Ромаду. То есть вы там на Олимпийской берёте тачку. Да. Если бы сейчас уточню Олимпийской, но мы должны быть на Олимпийской. Ну, короче, вы берете в центре Тачилу, и на этот Тачиле пиздуете... В Ромад. ...в Ромаду. Всё, и в Ромаде мы вас залишаем. Да. Всё, Петро, без проблем, всё с тобой. Спасибо. Я бы сказал, Наталка, так, доходя ресурсов, вся подвольная полиция працюет на то, чтобы врятувати одного москаля. Не считаешь меня предателем, что я бегу? Ну, я бы тебе сказать. Не, Лисюн, что ты же забышь встречаться? Папочку. Лисюн, мы вважаем Петра Зрадников? Петра? Ну. Ну, он у меня питает, чи не вважаю его Зрадником, через то, что он завтра еде. Не, мне просто сумно, что... И я тоже. Я не вважаю это же Зрадником, но я вважаю, что тебе ехать не нужно. Ты так вважаешь? Так. Я един, кто его, походу, сегодня в этом переконывает. А почему ты так вважаешь? Ну, потому что, блядь, не забезпечить цей ООН никакой там, блядь, супер-могу. Забезпечить? Хуй там, Лисюн. Забезпечить. Я вважаю, что это... Ну, это неправильное решение. Но Петро его принял, поэтому хули там. Это может вважать, что за угодно. А тут пяти, короче, хуярят накрученные, блядь, конца по-другому, знаешь? Типа, ебашить все на танках, сейчас будем, блядь, хуярят, и все, одевать, блядь, убивать, нахуй, укров, блядь, националистов, блядь, вся хуя, выезжают на перехрестя Эрнста, блядь, и народного полчения, блядь, а тут стоит Богдан Чудо, типа, хуяк, блядь, сюда поехали, со свистком, и типа, куда ты, сука, прешь, блядь, сюда, показывай, нахуй. Знаешь, и он такой, типа, блядь, танкист, думай, нихуясь, ну, мы, нахуй, они же гаишники жесткие в России, понимаешь, думают, ну, нахуй, гаишник же, шибать, повернул, блядь, в сторону, и мы их так, хуяк тут, знаешь, а там еще, блядь, они тут стоят, и мы их так закольцевали тут по кругу, ездят вы сейчас, да же, да, мы их расстреливаем. Над подкастом работают Петр Рузавин, редактор Егорского рода, Звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский Хуй войне! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова